Так подсказывает Рассудок и Доктор Наук, который на орбите у нас Но там 58 боеголовок ядерных на корабле Дают, правда, запустить только 8 Здорово, привет! Это Олег Сергеевич, это Икробатия Непобедимый, инвинцибл или как-то так там в оригинале, простите за пронаунс А там панк, потому что это 20 век, все-таки это Станислав Лем То есть там все вот этот, видеографы, аудиографы, пленки, бобины То есть компьютеры маломощные, аудиокнигу там только в концептах где-то кто-то там Ну в записках можно почитать, кто-то изобретает так же, как и электронную книгу То есть все такое, зеленые экраны с такими буквами То есть такое, что-то даже хлеще, чем чужой, вот в таком стиле Но интересно, игра прямо замечательная То есть по Станиславу Лему это неудивительно Нет, она могла бы, конечно, провалиться, но сделали хорошо Местами она, конечно, проседает, но лишь местами Когда там надо бродить, отыскивать вот этих самых членов экипажа Да, на этой другой планете То да, есть где просаживается Со Станиславом Лемом у меня только прекрасные ассоциации То есть это сразу Солярис Вот Солярис, я два раза его читал, это великолепно Я уже говорил в обзоре на Асоку Если что можешь посмотреть Я там говорил, что инопланетяне удались Станиславу Лему только А обычные инопланетяне Это, конечно, все какие-то вот как Асолка там с рогами, носками там на голове и так далее Мне в комментариях посоветовали еще прочесть и посмотреть на тему инопланетян И это я занес свои планы А, кстати, не забудь подписаться, лайк поставить, прожать колокольчик вечевой И все вот это вот сделать И чекнуть ссылки в описании Там есть интересные всякие, в том числе по моим книгам Эта игра, она такая, не без экшона совершенно Это такое, это инди, во-первых, да Этот инвенцибл, непобедимый По роману Лема, да Который, кстати, так и называется, да Непобедимый И он тоже теперь в моих планах прочтение обязательно Потому что опять Лем обращается к иным формам жизни У него встает проблематика именно форм жизни, эволюции, сознания Инакового сознания Или попытки эволюционно обрести сознание неорганической жизнью Вот концептуально, что такое непобедимый Суть там в чем? Суть в том, что там далекое-далекое будущее Есть научная экспедиция, как это обычно у Лема и бывает Да, я у него не только Солярис читал, еще и рассказы повести Но их я уже слабо помню Есть планета Регис-3 Такая пустынная, но там есть даже вода на этой планете И останки каких-то биологических форм жизни, и не только Есть две сверхдержавы, что в принципе он в Холодную войну писал, да, поэтому неудительно Некое Содружество планет и некоторый Альянс систем, как-то так, по-моему В общем, два Содружества и Альянс Их экспозиция, ну в игре, по крайней мере, такая, что Ну не совсем понятно, кто есть кто Касаемо кто-то там капиталисты или социалисты Или что-то там иное, в чем их различие Ну это две людские цивилизации, две людские державы Которые делят между собой галактику или какой-то ее сектор Многого нам о политике не говорят Но, крайней мере, ясно одно, что ты играешь, да, гражданина Точнее, гражданку Содружества именно А Альянс против тебя Да, главный герой у нас протагонист именно в игре Опять же, не знаю, как роман прочту, потом сделаю книга батю Это у нас доктор Ясна, главный герой Это фамилия, да, такая, чисто славянская Вот доктор Ясна, она, собственно, доктор наук Она биолог Она экзобиолог даже, то есть за пределами планеты Земля Изучает биологию в этих космических экспедициях И вот у нас некое научное сообщество небольшое Там буквально 5-6 человек в начале, да И ты просыпаешься, на связи с тобой глава экспедиции Астрогатор, да Там, так они называются, как бы капитан всей экспедиции Главный, в общем, главшпан всей той бандейки Которая вылетает куда-то на иную планету Этот Астрогатор такой Я думал, что он злодей, вот, честно, слово тебе говорю Он с тросточкой ходит, такой лысый, усатый, да С тросточкой ходит И как-то он уж больно загадочно говорит Но нет, он оказывается другом все-таки Я думал все время, что он будет антагонистом главным окажется Он с тобой на связи постоянно Все остальные члены экипажа сошли с ума Это вообще жутко довольно То есть планета иная И эти мастистые доктора наук Внезапно оказываются пускающими слюни И непонятно, что их с ума-то, собственно, свело У нее тоже, кстати, у доктора Ясной, за которого мы играем У нее тоже какие-то мигрени, головные боли Какая-то суета В общем, все, что-то негативное происходит И мы можем только догадываться, потому что очень порционно нам подают сюжет Игра небольшая, часов шесть, наверное, на прохождение надо То есть она, можно сказать, даже инди некоторым образом Да, ну шесть часов, что это такое? Даже если не так много времени, то за дня три можно ее, в принципе, осилить Лучше выделить и как-то раза за два ее пройти, за два дня Потому что, ну, там не так много уж насыщено событиями Особенно вначале, когда лазишь между этими Ищешь их, анализируешь все и так далее Но там постоянно какие-то опасности То есть ты в этом скафандре, планета чужая Что там ожидать может? Там даже рельеф местности, он тебе не располагает к приятному То есть там надо всегда быть начеку Ты можешь свалиться в любой момент Там все изрыто, все это, как Гранд Каньоны в США Но там находят останки каких-то рыбов Останки каких-то ящеров Что значит, что там была жизнь И металлические образования, которые сразу нас настораживают Что это такое? Там металлические образования, натуральные какие-то трубки, сверхпроводники, блин И таких геометрических форм, что, ну, очень странно Кажется, что там какая-то цивилизация должна была быть когда-то Но к этому перейдем Там же альянсовцы вот эти, очень опасные То есть альянс посылает туда не просто вот кучку ученых На небольшом кораблике стрекоза, как у нас в Содружестве А они пригоняют гигантский корабль, который называется «Непобедимый» И кажется, что в честь него Роман назван «Непобедимый» Совершенно чудовищный прямо авианосец Да, можно сказать, как сейчас вот авианосец во флоте А тут корабль какой-то невероятный, огромный И сотни людей на борту, сотни И они вооружены И у них роботы есть Антиматерии стреляют, которые антиботы Вот это вообще опасно Это, они похожи как в «Звездных войнах» Такие шагоходы на паучьих лапах И стреляют лучом антиматерии, который плавит все вообще Скалы, все, все, что столкнется, кошмар просто И вот ты собрал всех своих товарищей по несчастью Да, они все с ума сошли, либо померли Становится напряженнее Надо скрываться от этих антиботов И потом ты начинаешь замечать, что лагеря наших Визави, лагеря этого альянса Они опустевшие Что это за херня, опять же Это еще больше напрягает И тебя пытаются лучами антиматерии сжечь до кучи Ну а в последний момент все это как-то обходится То там дрон вылетел с собой и закрыл То еще что-то То есть доктор ясно очень везучие Затем нам предоставляют выбор Либо свалить там на шаттле, который, ну раз все-все, ну померли Да, свалить на шаттле Но если это выбрать, то этот шаттл сбивают В общем-то этот кораблик Не стрекозу, который надо бить А вот именно этот, сбивают Или как-то он там рушится То есть нельзя этот Надо обязательно до конца идти Идти до Талова и исследовать Что там с этим альянсом А с этим альянсом все плохо Там сотни людей, никто не выжил Вот только один сумасшедший есть Который более-менее в трезвом рассудке И с ним еще двое, которые совсем поехавшие Которые как животные там ползают И только мычать умеют теперь Тут же обнаруживаешь кусты металлические Которые с этими трубками как-то связаны Но если металлические трубки подземные Которые периодически торчат из земли Совершенно мертвые То эти железки собираются в некоторые формы Которые напоминают просто обычный земной куст То есть растения, да? Но это металл И вокруг него какие-то мушки летают тоже металлические Вот возле них мигрени доктора Ясны становятся сильнее И ты начинаешь проводить некие синаптические связи между этими явлениями Что-то тут, значит в этих сраных кустах дело Значит из-за этого все И сходят с ума люди, сходит с ума техника Эти антиботы, просто роботы-погрузчики Они ведут себя неадекватно Они нападают на людей Люди просто становятся дебилами Побывав в плену у этого альянсовца Который более-менее не поехал крышей Сбегаешь, докладываешь непрерывно все И вообще всю игру этот доклад ведется Нашему другу на орбите Этому самому усатому лысому с тросточкой А он тебя ведет, помогает тебе Но доктор Ясна прямо лютая То есть не слабее, чем американская доктор Рипли Это тоже прет до конца и все-таки выясняет Что да, вот все выжившие на планете И делаются выводы, что эти самые кусты И металлические трубки Вот те металлические трубки Они вытеснили живые формы жизни То есть обычные протеиновые, да, белковые формы жизни Вытеснили этих рыбов, этих ящеров Вот эти трубки корневые А их вытеснили вот эти кусты Эволюционно уже от них же пошедшие И вот эти самые железные кусты Это уникальная вещь во вселенной Это, ну, явление точнее Это не биологическая форма жизни Это не белковая форма жизни первая И доктор Ясна ее открыла Хотя она биолог, по иронии, да Вот открыла, что есть живое, но не белковое Чего хотят эти кусты? А они, как я понимаю, рвутся к обретению сознания Для этого им нужны мозги Металлические они пробуют у роботов И роботы не удерживают И людские белковые они пробуют, чтобы обрести сознание И тоже пока не получается Люди просто сходят с ума И вот главная цель этого Она в этом и состоит Вот этих самых мушек Которые вокруг кустов летают Они как споры Они пытаются все Только они не то, что вживляются биологически Им это не нужно Они, эти кусты, эти мушки Излучают мощный электромагнитный импульс Которые плавят мозги людям И железные мозги железякам Андроидам и антиботам и прочей всей технике И вообще всю технику портят То есть они пытаются мозгами завладеть Чтобы у них могло эксплицироваться сознание На эти самые мозги Потому что они эволюционируют так Своих мозгов у них нет Они только пока размножаться как-то могут То есть эти колонии Нано-ботов Это как некоторым образом Попытка жизни Стать небелковой То есть да, это фантастика И это мощная фантастика Это мощная фантазия лема Удивительно Вот пример Не обязательно, что там рогатые Или еще какие-то скоты Не обязательно быть причудливой формой Лохматые рогатые А вот другая совершенно Вот иное Совершенно чуждое человеку И это пугает Потому что это трудно просчитать Как минимум Кооперируемся с остатками Выживших с альянса И забываем на время Разногласия между двумя сверхдержавами Все-таки мы, белковые Должны помогать друг другу Срочно эвакуируемся К мега кораблю Который оказывается На самом деле не непобедимый А непобедимый не пригнали туда Непобедимый только хотят Пригнать туда И наша разведка Разведка Содружества Она ошиблась Поэтому мы эвакуируемся К тому кораблю Который у нас есть Но сначала Мы спасаемся от Мега облака От просто гигантской Летучей колонии Этих самых наноботов Которые Ну просто металлом Они все закрывают Вообще небо не видно У нас есть Электромагнитные Какие там Щиты Да, вот эти Купол щит Он едва выдерживает Но все-таки мы выживаем Мы отбились от них Очень эпичная сцена Между прочим Напряженная Затем На летающей тарелке Нашей Мы улетаем Вот с этими Выжившими Альянсовцами К этому мега кораблю Корабль Там действительно Махина какая-то Ну Невероятная Просто Она Какой-то Дубайский Небоскреб Размером Пузатая Огромная Как мега Ракета Какая-то Там все Под старину Сделано Да, то есть Прикольно И вот там Уже В финале Есть выбор Что сделать С ними Вот этот Наш бородатый Собственно Сумасшедший У которого Периодически Права в памяти С Альянса Он говорит Надо Ядерным Херачить И вот тут Может быть Самая эпичная Сцена в игре Возникнуть Ну и вообще Такие сцены Они редко Я вот только В Fallout Помню И в Modern Warfare Но тут круче Тут потому что Ты сам можешь запустить Чем в Modern Warfare То есть За тобой Выбор За доктор Ясный Его послушать Или нашего доктора Который пытается Нас убедить Вот этот Лысый Усатый С тросточкой Что этого Делать не надо Ну и конечно Логика Подсказывает Что Оно Ничего не сделает Это Что им Излучение Сделать Или Ну даже Даже если Волна взрывная Их просто А спалит Но их там Вся планета Вся планета Что-то им сделать Ты только Раззадоришь Этот рой Не надо этого делать Так подсказывает Рассудок И доктор наук Который на орбите У нас Но там 58 боеголовок Ядерных На корабле Дают правда Запустить Только 8 Но все равно И вот Жмешь на красную кнопку И смотришь На это великолепие Но рой Еще сильнее Начинает Бушевать Бородатые В ужасе Я это все Знал Что так и будет И готов был Эвакуироваться И бегу Эвакуироваться За доктора Ясну Собственно Если мы на время Забыли Про все эти Политические моменты Что они там Салили С галеного Альянса Мы со Светлого Содружества То тут я Вспомнил Что мы со Светлого Содружества А не с какого Сраного Альянса Внезапно Стал патриотом Сел в эту Капсулу Нажал на кнопку Чтобы не ждать Этих сумасшедших Альянсов И эвакуировался Благополучно С планеты Вот такой Мой финал Был Да То есть Он мега Тупой Потому что Он делался Просто для того Чтобы посмотреть На эти Грибы Самые И все И Притом На самом деле Это немного Тупо На политические Моменты Напирать То есть Это Они цивилизационно И те и те Они похожи То есть Это явно Просто люди С земли И те и те Насколько я понимаю Они так же Все от Платона И Аристотеля Ведут Как бы Свою культуру Можно сказать Да И Странно просто Ну Вот это Настолько Друг на друга Бычить Когда там Какая-то иная форма Но я не потому Что на самом деле Лютый патриот Этого Неведового мне Содружества Не подождал их Нет Я просто Там Время ограничено Было Это он поперся За своими Сумасшедшими Которые там Мычать Вот зачем Их спасать На самом деле У них нет шансов Там такой импульс Был У них все У них Чисто Повреждено Уже все Там Сосуды им спалило На хрен Этими Волнами От этих самых Так и он И сам дурак Наполовину Вот и полез Их спасать Поэтому я эвакуировался Раньше времени Но если ты играл Собственно В этого Непобедимого То Напиши Какой у тебя Финал был А мне захотелось Книгу прочитать Ну и как ты понял Прикол и смысл Названия В том что Непобедимый Это не корабль Который люди сделали А непобедимый Это вот этот Организм Ну его организмом Это сложно назвать Это не Это Жизнь Не биологическая Это как вот Ну Примерно Можно понять Что вирус Это допустим Не живое Нечто Да Ну оно Оно действует Как живое Ну тут с натяжкой Можно что-то вроде Этого понять В общем Второй раз уже Вот после Соляриса Лемб Удивляет вот этим Подходом К описанию Художественному Описанию Инакового Человеку Который реально Пугает И пугает Больше чем чужой На самом деле Потому что там Ну все равно Тварь Которая как-то Ты можешь В своем понимании В своем представлении Редуцировать Какую-то гигантскую ящерицу Мы это видели Немного Да Ну у нас есть похожие организмы Ну конечно они не такие совсем Но все равно Это гигантская ящерица А вот эта херня Ну что это Такого у нас на земле Точно нет Ну на этом все На сегодня Квириты Буду читать Непобедимый Но впереди у меня в планах Еще и Сергей Снегов Наш Тоже Люди как боги И диктатор И много всяких книг Тоже NF я читал Крайне мало Хочу это Немного восполнить Именно классического NF Ну на этом все На сегодня Это был Лев Сергеевич Канал Батя Пока Самое время подписаться На остальные мои ресурсы Кверит Например на игровой канал Также можешь прочитать Бесплатные фрагменты Моей книги Или приобрести ее Все полезные ссылки В описании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok